Приветствуем вас, дорогие друзья, церковь, все, кто пришел к нам сегодня, может быть, первый раз. Мы сегодня вспоминаем событие, которое повернуло весь ход мировой истории. Я буду читать из Евангелия от Луки, как об этом нам повествует Писание. День тот был пятница, и наступала суббота. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и, как полагалось, тело Его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг пристали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих земле, сказали им, «Что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария-мать Якова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Пётр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелины лежащие, и пошёл назад, девясь сам себе происшедшему». И конец последней главы этой главы. «Тогда отверз им ум к разумению Писания, и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповеданно быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Братья и сёстры, Христос воскрес! По ищению воскрес! Христос воскрес! По ищению воскрес! Христос воскрес! По ищению воскрес! Помолимся, друзья, попросим благословения. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за Твое светлое и радостное воскресенье. Благодаря этому Ты жизнь нам дал, надежду, Господи. Благодаря этому мы имеем оправдание. Благодарим за то, что Ты сегодня живой и продолжаешь созидать Церковь Твою. И каждого из нас, Господи, Ты оберегаешь и свою работу в нас совершаешь. Слава Тебе и поклонение, Господь! Благослови наше сегодняшнее общение. Обрати к нам Слово Твое, каждому сердцу, чтобы радость о Тебе воскрешем. И сегодня жила в наших сердцах и преображала каждого из нас. Поклоняемся и возвеличим Тебя, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Мы будем петь ставший гимн под номером 721 «Я знаю, жив мой Искупитель». А затем будет приветственное участие молодежи. Стих и пение. Аминь. Аминь. Я знаю, живой Искупитель, Жизнь. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для каждого из нас ДимаTorzok Люди Бога хотели забыть и забыли Люди Бога хотели убить и убили Люди в жизни грехах и возле пожелали И Христа на Голгофском кресте распинали Что значит? Что значит этот праздник для тебя? Что думаешь о вести воскресенья? Господь Христа 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 Воистину воскрес! Стресс! 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 Ох хранилий! Присал и спроси, Wor' а вы ищите? Стресс! Ищем учителя! И во здесь нет... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Знаете, я так сижу в хоре, смотрю в зал, все люди такие счастливые. Но я заметил ту деталь, что все люди здесь разные, абсолютно разные люди. Кто-то пониже, кто-то маленький, кто-то взрослый уже. И каждый человек здесь по-своему прекрасен. Ведь всех нас создал Творец. Тот Творец, который непостижим, и тот Творец, который неповторим, ни в чем не повторим. Все мы отличаемся друг от друга. Каждый человек индивидуален, и он способен мыслить по-своему. Каждый человек в одной и той же вещи найдет самую различную ценность. Один в одной вещи найдет одну ценность, другой эту ценность может вообще не заметить. Просто пропустить ее, он найдет другую ценность для себя. В одном институте провели такой эксперимент. Вызвали группу людей, взяли источник с историей, зачитали им всем одну и ту же историю. Вот они все сидят, все им прочитали. Потом начали подзывать каждого человека из этой группы и просили его пересказать. Интересно то, что каждый человек сделал акцент на чем-то своем. Каждый человек упомянул о том, что ему больше всего запомнилось. А те детали, которые ему показались незначимыми, он эти детали опустил вниз. Господь так чудно создал человека, что его ценности, то, что ему важно, мы можем понять по его словам, по его действиям, на том, на чем он акцентирует свое внимание, то и является его ценностью. Я бы хотел воспользоваться этим свойством человека и проследить на примере наших евангелистов, что они ценили в воскресении Иисуса Христа. Ведь каждый евангелист, он был особенен, и каждый евангелист, он отличался от другого. Кто-то был мытарем, который налоги собирал, кто-то был врачом. Так же были и те, кто были учениками апостолов. И интересно то, что в каждом из евангелий, каждый евангелист, он делает акцент или отмечает то, что нет у другого евангелиста. Я бы хотел проследить и посмотреть, что же эти евангелисты нашли для себя ценного, почему они упомянули некие детали в истории воскресения Иисуса Христа. Всех евангелистов я не буду читать, так как времени не так много, но прочитаю Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 28 главу, с 1 по 8 стих. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его была как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо зная, что вы ищете Иисуса Распитого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Пойдите и посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, вот Я сказал вам». И, выйдя, поспешно из гроба они, со страхом и радостью великою, побежали извозвещать ученикам Его. Я, когда размышлял над этим местом и думал, на чем же акцентировал свое внимание Матфей? Что особенного он увидел в этой истории, что он здесь отметил? Обратил внимание на 6-7 стих, где Матфей говорит о том, что Иисус Христос, Он действительно воскрес. Что не просто Иисуса нет во гробе, что не просто Иисуса куда-то унесли. Нет, совершенно нет. Сам Матфей говорит, что ангел пришел и сказал, что воскрес, что это действительно чудо, оно было. Посмотрите, как тщательно Матфей описывает это явление. Как он описывает это чудо? Он говорит, что было землетрясение, что ангел сошел, что ангел отворил, что ангел сел, он описал это ангела. Он даже передал слова этого ангела, точности передал эти слова. Я тут вижу, что Матфею очень была важна сама весь воскресенье. Что история Иисуса Христа, она не закончилась на Его распятии, на Его смерти. Что Иисус Христос воскрес. Вот что было для Матфея важно. Само воскресение Иисуса Христа. Посмотреть другого ангелиста, Луку, в своем Евангелии он делает акцент на то, что все слова Иисуса Христа, которые Иисус Христос говорил о себе, как о Сыне Божьем, они сбылись. То, что Его предали. То, что Его взяли грешники. То, что Его привели на распятие. То, что Его судили. То, что Его распили. То, что Он умер. То, что Он воскрес. Лука, он перечисляет все эти дела. И он говорит, что все это сбылось. Для Луки было важно, что это все, все то, что сказал Иисус Христос, оно действительно сбылось. Что оно не осталось просто словами. Ведь как для Луки, так и для нас это висит огромную, высокую ценность. Так как мы понимаем, что если и эти слова, те, которые казались невозможными для человека, они сбылись. То, что обещал Иисус Христос, то, что Он говорил о себе, оно было воплощено. Это значит, что и все остальное, что Иисус Христос говорил при своей жизни. Все эти обетования, пророчества, которые Он сказал, они тоже сбудутся. И главное обетование, что мы, грешники, будем спасены, Лукаид понимал, что оно сбудется. На чем же сделал свой акцент Иоанн? Интересно то, что Иоанн, один из вангелистов, упомянул о том, что воскресший Иисус Христос лично, лично явился Марии. Христос не ограничился ангелами, а Христос явился лично. Знаете, меня больше восхищает причина, по которой явился Иисус Христос Марии. Больше, чем само явление Иисуса Христа. Ведь причина, по которой Иисус Христос явился, была в том, что Мария плакала. Марии было очень горько, Марии было очень печально, и она плакала. Написано так, что плакала Мария, горько плакала. Я думаю, именно поэтому Иисус Христос, Он и явился к ней. Он не смог остаться в стороне, Он увидел плачущую Марию, и Он и пришел, и явился ей, чтобы утешить ее. В этом и увидел ценность Иоанн Креститель. Извиняюсь. В этом и увидел ценность Иоанн Апостол. И поэтому Он упомянул эту деталь в Своем Евангелии. Христос действует с каждым. Христос. Только в Христе мы найдем истинное, подлинное утешение. Подведя такой некий итог, можно сказать, что для Матфея была важна сама весть о воскресении, что это действительно было, что это чудо, что не унесли Иисуса, а это было действительно чудо, и Он воскрес. Для Луки было важно исполнение всех тех слов Иисуса Христа, которые Иисус говорил. Ведь в этом заключается наша великая радость, что Он исполнит и те слова, о нашем обетовании, о нашем спасении. Для Иоанна было очень тяно то, что Иисус лично взаимодействует с каждым. Тут напрашивается вопрос, которому я веду во всей своей проповеди. Какую же ценность воскресение Иисуса Христа несет для нас? Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, хотелось бы задать другой вопрос для каждого. Чтобы каждый ответил в своем сердце. Как мы реагируем и какие чувства и эмоции вызывают в нас весть о воскресении Иисуса Христа? Ведь это может вызывать самый различный отклик в наших сердцах. Может, кто-то, как писал в своем Евангелии Лука, не верит. Ведь Мария Магдалина пришла, рассказывала, но ей не поверили. И сейчас эта весть проходит мимо многих ушей, как небылица или какая-то сказка. Марк в своем Евангелии писал, что некоторых объял ужас. Кто-то и сейчас до сих пор приходит в страх. Он начинает бояться будущего, так как понимает, что он грешник. Грешник, который не покаялся. Грешник, которого ждет печальная участь. Но счастливы те, которые у этой вести вызывают великую радость. О таких и писал Матфей. Он писал, что эти женщины со страхом таким от радости, страхом от радости, с великой радостью шли возвещать ученикам о воскресении. Я уверен, что многие из нас с такой же великой радостью сейчас здесь сидят, услышав эту весть в воскресении. Думаю, каждый для себя в сердце ответил, каким людям он относится. Он не верит, он боится или же он испытывает великую радость. Теперь мы можем вернуться к первому вопросу. Какую же ценность воскресение Иисуса Христа несет сейчас для нас? Знаете, на него очень просто становится ответить, если мы вспомним наше пасхальное приветствие. То приветствие, которое мы сегодня уже наверняка не раз произнесли, и я уверен, что не раз еще и произнесем. Оно звучит так. «Кристос воскрес, воистину воскрес». Всего в четырех словах вся ценность воскресения Иисуса Христа. Я увидел такую ценность, что это действительно воскресение Иисуса Христа ценно для нас тем, что это истина. Это действительно истина. Это истина, в которую мы поверили. Это истина, та истина, в которой мы живем. Это истина, которая нас спасает, благодаря которой, поверя в которую мы спасаемся. Это истина, которую мы несем в мир людям. Мы бы не были прощены, если бы не воскресение Иисуса Христа. Мы бы не были счастливы, если бы не воскресение Иисуса Христа. Да мы не были бы, просто не были бы, не существовали бы, если бы не воскресение Иисуса Христа. Как много «бы». Но слава Богу, что Иисус Христос воскрес, и это «бы» мы можем просто перечеркнуть. И мы счастливы, потому что Иисус Христос воскрес. Мы прощены, потому что Иисус Христос воскрес. И мы существуем, потому что Иисус Христос воскрес. Встанем же на колени и будем благодарить, хвалить и славить Иисуса Христа за то, что Он пришел в этот мир, и за то, что Он умер за нас, и за то, что Он воскрес из мертвых. Аминь. Иисус Христос. Иисус Христос. Сегодня мы, как те женщины, в пасхальное утро пришли весьма рано. Но в отличие от них, мы уже знаем, что произошло. Мы знаем, что воскрес наш Господь Иисус Христос. Давайте постараемся сегодня выполнить то поручение, которое Христос дал своим ученикам. Будем радоваться, а также последуем их примеру и поклонимся нашему воскресшему Христу. Будем петь гин под номером 723. Царь славы был презрен. Царь славы был презент. 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Евангелие от Матфея, 28 глава, 10 стих. «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Сегодня дети группы «Лучики» решили исполнить это поручение Иисуса. Они хотят рассказать нам, что сегодня можно встретить Его лично. «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите в Галилею, и там они увидят меня». Петерек поет весенний о Христовом воскресенье. В этот чудный день погожий о Христе поем мы тоже. Петерек поет весенний о Христовом воскресенье. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Идите, примите вести выжить Христу воскресшему, поверьте, и эта радость будет вас Славу, честь и поклонение Иисусу принесем и в пасхальный день весенний гимн хворения воспоем О, Господь, мы торжествуем, мир и радость Ты нам дал И жизнь вечную даруя, наши души оправдал, мы искуплены Тобою Из народа всей земли Ты один, Господь, достоин поклонения и хвалы О, Творец, чудес Владыка, Царь земли и Царь небес, всемогущий и великий, поклоняемся Тебе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая община, гости Евангелие от Иоанна, глава 20, с 10 текста Итак, ученики опять возвратились к себе А Мария стояла у гроба и плакала И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса И они говорят ей, жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли господа моего и не знаю, где положили его Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она думает, что это садовник, говорит ему Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его Иисус говорит ей Мария Она обратилась, говорит ему Равуни, что значит учитель Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне Ибо я еще не восшел к отцу моему А иду к братьям моим И скажи им Восхожу к отцу моему и отцу вашему И к Богу моему и Богу вашему Мария Магдалина идет и возвещает ученикам Что видела Господа И что он это сказал ей Друзья, я хотел ответить две мысли Воскресший Христос идет утешать И вторая Гроб, предназначенный для тебя, должен быть пуст Каждый из нас по-своему переживает утрату близкого человека Потому что у каждого из них У нас формируются свои личные отношения У всякой войны с близкими людьми, там с мужем, женой, детьми и родителями, друзьями и сослуживцами Есть свой набор событий Букет радостей и переживаний Совместных побед, поражений, душевных потрясений Как счастливых, так и трагических И когда вот эти связи рвутся, остаются раны Которые потом долго будут заживать или быстро Это все индивидуально И вот тогда нам нужен врачеватель Который мог бы сострадать нам Понять глубину нашей боли Но, как правило, это может сделать только тот, кто пережил подобное И если такой личности рядом нет Человек остается наедине со своей болью Я думаю, через это проходит каждый человек В 1994 году в Руанде во время геноцида за 100 дней Одна народность хута вырезала миллион людей Другой народности Туции И вот в книге, избранная на смерть, обреченная на жизнь Автор христианка Фарида Умахоза, которую пытались убить и заживо погребли И пишет, что оставшихся в живых, выживших Никто не мог понять Никто не мог их утешить Те примеры, которые в утешение приводили, они, говорит, не работали И единственное, что помогало нам Это держаться вместе Именно это помогало им утешиться Когда они вспоминали Когда кто-то из них вспоминал о пережитом Он плакал И вместе с ним плакали все Уверовав, она смогла справиться с болью Которая не один год разрушала ее душу и тело И вот тут Бог обещает нам помочь Посылая в наш мир Разрушенный мир Сына своего Про которого написано Что он может сострадать нам в немощах наших Почему? И ответ, друзья Потому что он подобно нам искушен во всем Подобно нам искушен во всем Кроме греха Все ли ученики в равной степени страдали Увидев учителя на кресте? Конечно же нет Страдали, но каждый по-особенному Ведь у каждого были свои Особенные, исключительные отношения с Иисусом Поэтому и смерть Христа И вот весть о Его воскресении Каждый по-своему встретил И Он, Христос, все познал о нас Почему? Потому что Он Так же, как каждый из нас Прошел этот путь И Он терял близких людей Один из них Остановлюсь на одном событии в его жизни Чтобы лучше его понять Это потеря Иоанна Троюродного брата Которого Иисус любил Думается, что и у Иоанна Крестителя И у Иисуса Христа Было много событий Которые их объединяли Крепко их связывали Во-первых, они были родственниками Факт их рождения Был ознаменован силами свыше Ангелы накануне их рождения Приходили в их семью К их родителям Близость проживания Крепкие семейные узы Многодетность То, что близко было в то время В том народе Приводило к тому, что они много времени Проводили вместе Я думаю, мальчишками они играли Подростками рассуждали О духовных истинах Молодыми людьми мечтали Совершить какой-то героический поступок И вот приходит время Когда один из них указывает на другого Говоря, что это Мессия Что это Спаситель Спаситель не только Израиля Но и нас с вами Спаситель человечества И вот теперь Иоанн обезглавлен Иисус, услышав эту весть Евангелист говорит об этом Удалился оттуда На лодке В пустынное место один Он страдал Он горевал Он печалился о друге О брате О великом пророке Так безвременно ушедшем Из этой жизни Но исполнившись Волю Божью Вот Иисусу Христу потребовалось Время, чтобы прийти в себя Да, Иисус может нам Сострадать И воскресший Иисус Идет утешать Но, друзья, одно замечание Чтобы быть утешенным Нужно войти в Его присутствие И вот в присутствии воскресшего Получила утешение Мария Магдалина Некто сказал, что Тот, кто Христос же говорил Кто больше любит Кому больше прощено И тот больше переживает И Христос приходит К Марии Магдалине В первую очередь Из которой когда-то Он изгнал семь бесов Вы подумайте об этом Два разочарованных Ученика Идут прочь из города Где нужно было Им быть вместе И они обрели радость Духовного возрождения В присутствии Господа Опустошенные ученики В горнице Написано Обрадовались Увидев Господа Как он вошел в их присутствие Фома Замкнутый Удрученный Уверовал В присутствии Господа Петр Отрекшись от Христа Лишившись покоя Получает прощение Доверие И более того Он получает благословение На особое важное поручение На служение Кому не пришел Христос Он не пришел К Иуде К Иуде Христос не пришел Потому что Мы знаем все Почему Он отрекся от Него Настолько отрекся Что не пожелал Быть в Его присутствии И вот кто-то сказал Что нет у праведника Такой печали Которая не обратилась бы в радость И нет у грешника Такой радости Которая не обратилась бы В печаль Тот, кто остается за дверью Когда Бог Предлагает веру И прощение Не получает утешения Надо заметить Что поддержать И успокоить может тот Кто уже побывал там Где ты еще не был Умерший и воскресший Страдавший И возвысившийся Над страданием И вот Петр Проповедуя Ввиду большого количества людей Говорит Провозглашает Следующие слова Бог Воскресив Сына Своего К вам первым Послал Его Благословить вас Отвращая Каждого От злых Дел ваших Это он сказал Народу Божьему И эта весть Сегодня звучит Пронизывает Все мироздание Достигает Каждого сердца Бог Воскресил Сына Чтобы утешить вас И через утешение Показать На вашу внутренность И освободить Очистить Отвратить От злых дел Наших Друзья И вот Отвратить От злых дел Можно и нужно Не угрозами И не страхом Как раньше Неверно толковали текст Иных страхом Спасайте Да Там совсем не об этом Отвратить От злых дел Можно Радостной Вестью За чертой Есть жизнь И эта жизнь В Сыне Его Именно надежда И радость Придает нам Силы Справиться С нуждами И горестями С грехами С пороками Рассказывает Один брат Как он был знаком С одним христианином Который Оступился И боролся С грехом Долгое время Не мог он Это победить Брат Все пытался ему Помочь Наставничеством Подотчетностью Погружал его В служение И что только Не предпринимал Там с друзьями Своими Чтобы помочь ему Ну и он Рассказывает Что Меня злило То что После очередного Грехопадения Этот брат Получал прощение И славил Бога Работал И Бог благословлял его И мы это явно видели Вот после очередного Раза Когда мы молились Строжились Над ним И Ко мне Пришло Осознание Что Этот брат И так Осуждает себя Но не понимает Как ему Перестать грешить Бог не хочет Чтобы он Находил От него Имея вину Стыд Имея чувство Вины Поэтому Бог и дальше Будет продолжать Обильно ему Являть Свою любовь Пока он Не поверит Что Бог его Любит без Всяких условий Бог не Перестанет Его благословлять Иначе Этот брат Не сможет Поверить В то Что Иисус Иисус Любит Его без Условий Как я уже Сказал А если Он не Поверит В это Что Не сможет Богу Доверять А если Он не Сможет Доверять Богу Тогда Он не Сможет Получить Свободу Для победы Для свободы Нужна Вера И Бог Постоянно Ищет Мужчин И женщин Через Которых Желает Благословить Мир Утешая Людей И отвращая Их От злых Дел И В каждом Из нас Есть такая Сила Друзья В каждом Из нас Есть такая Сила Стать Благословением Для других И так Заканчивает Первая мысль В гробе Нет Учителя Он Идет Утешать Он И сегодня Это делает Вот На второй мысли Следующие У меня Размышления были Иногда Я слышу Слова Что у вас Только говорят О грехе Но Грех Друзья Это Начало Смерти Грех Это Начало Смерти В письме Коринфянам Павел Говорит Апостол Павел Говорит Жало Жи смерти Грех А сила Греха Закон Закон Моисея Десять заповедей Они Формулируют Грех Если так можно сказать Они называют Его по имени И он Закон И вызывает К действию Наказания Через это И в этом Сила закона Но Закон 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 Указывает И на Способ Избавления Не всем Уже Видят Друзья Но он Является Детоводителем Ко Христу Он Цель Закона Он Указывает На Христа На Спасителя Принесшего В жертву Наши Грехи И Павел Восклицает Благодарение Богу Даровавшего Нам Победу Господом Нашим Иисусом Христом Давайте Провалимся В глубокую Древность Во времена Закона Представим Себе Человека Бегущего По дороге Он Зволнован В его Глазах Отчаяние И надежда Его Цель Город Город Убежище Еще Сегодня Он был Счастлив Он Был В кругу Семьи Занимался Работой Но Произошло Непоправимое Во Время Рубки Дров Топор Вылетел Из его Рук Поразил Человека Который И умер На его Глазах Он Спешит В один из Шести Городов Которые Принадлежали Священникам Левитам И Равномерно Распределены Были По территории Ханаана Городам Проложены Хорошие Дороги Чтобы Не было Препятствий В короткое Время Оказаться Там Где Твое Дело Будет Изучено Старейшинами И Будет Вынесено Верное Решение Останешься Или ты В этом Городе Убежище Или будешь Выдан Мстящему За кровь Так как Родственник Умершего По закону Должен Тебя Убить Так Велит Закон И Если От твоей Руки Неумышленно Погиб Человек Вот Как в данном Примере То ты Им Имеешь Право Находиться В городе Убежище Все годы Пока жив Великий Первосвященник На то время Только Смерть Первосвященника Освобождает Тебя Из города Убежище Недавно У меня Поменялось Отношение К этим Городам Вернее Добавился Открылся Еще один Смысл Изначально Я воспринимал Эти города Как спасительное Благо Ведь в притчах Написано Имя Господа Крепкая башня Убегает в нее Праведник И безопасен Город Убежище Символ Христа Это да Так оно и есть Верно Но подумайте Сами Шесть Городов Страха Жизнь Вдали От семьи От друзей От привычных Дел Жить Зная Что за городами Тебя ждет Мстящий За кровь Жить С мыслями О том Что ты Пролил Кровь Человека Тот Который Является Образом Божиим Семья Лишилась Кормильца Если погиб Мужчина Дети Лишились Матери Если погиб Женщина И пусть ты Тысячу раз Себя уже Осудил То тебе Легче От этого Не становится Муки Совести Ожидание Возможной Расплаты Ты скрылся В городе Убежище Ну что же Дальше Как долго Ты будешь Находиться Там Что остается Тебе еще В этой жизни Возможно Ты никогда Уже не выйдешь Из этого города Один выход Смерть Великого Первосвященника В Израиле А если Ты не молод А первосвященник Хоть и в годах Но крепок Здоровьем Неизвестно Когда ты выйдешь И выйдешь Либо вообще Из этого города И как это не звучит Парадоксально Друзья Смерть Одного человека Первосвященника Который Дорог В глазах Его родственникам Становится Твоей радостью Становится Твоим торжеством И вот представьте Звучит Весть Она несется От одного города Убежище К другому Первосвященник Умер Мы свободны Мы свободны Прочь из города Который был нам прибежищем Но теперь он Стал нам тюрьмой Город страха Город разлуки Город печали Сила этого города В избавлении Он мстителя Но слабость Это твоя ограниченность Твое рабство Вперед Навстречу свободе Навстречу тем Тем, кто нам дорог Навстречу тому Из-за которого Я жив Если Первосвященник Мертв То ты Свободен Христос Друзья Наш великий Первосвященник Так написано О нем Имея Первосвященника Великого Прошедшего Небеса И Иисуса Сына Божия Будем твердо Держаться Из поведания Нашего Завеса в храме В тот момент Когда Христос Был Распят Разорвалась Надвое Тем самым Открывая Всем понимающим Писание Что теперь Каждому человеку Открыт напрямую Доступ К Богу И вот Небесный Первосвященник Идет К людям С вестью о том Что всякому Грешнику Объявлена Свобода Но ее Нужно Принять Камень Отвален Выхода Выход из города Страха Есть Выходи Из гроба Не оставайся Там Христос Воскрес Воскресший Христос Идет к нам Навстречу Он посылает Весть Во все Концы земли Что довольно Страдает Друзья От греха Итак Гроб Предназначенный Для меня Друзья Должен Быть Пуст Я верю Он Для каждого Из нас Будет Пуст И наступит Однажды Время Когда Этот же Воскресший Отрет Всякую Слезу Сочей И смерти Не будет Уже В последней Книге Написано Ни плача Ни вопля Ни болезни Уже не будет Ибо прежнее Прошло Мария Стояла У гроба И плакала Не зная Какая радость Ее ожидает Через Мгновение Аминь Продолжение следует Третий день, обычный, как другие, лишь только-только залил рассвет, и траву всколыхнулись молодые, блаженно предвкушая солнца свет. Был третий день, как Господа распяли, а после тело погребли в скале, и воины гробницу охраняли, беседуя друг с другом в тишине. Был третий день, но что могло случиться, чтоб ход событий в корне изменить, чтоб просветлели плачущие лица, и чтоб надежды крепче стало нить. Чтоб скорбь не поглотила упование, чтоб не было отчаяния в сердцах, чтоб не было с Иисусом расставания, чтоб блеск и радость, а не боль в глазах. Чтоб навсегда умолклись плетни и толки, как будто бы спаситель проиграл, чтоб жизнь не разлетелась на осколки, средь траура мажор, чтоб зазвучал. Но что могло случиться, чтобы точку вдруг кто-то сделал жирной запятой, чтоб новый день не оказался ночью, быть может, чтобы гроб тот стал пустой. Да нет, представить это очень-очень смело. А вот и мироносицы спешат, чтобы помазать Иисуса тело. Печален и тревожен женский взгляд. День третий без Иисуса наступает, но в этот луч солнце долетел с небес. Мажором чудным ангелом вещает, что Иисус спасителем воскрес. Воскрес спаситель, о что же это значит, что в самом деле гроб пустой, что он не проиграл, что смерть не спрячет того, кто ныне и вовек живой. Христос воскрес, свидетелей премного, своей жертвой нас у нас купил, чтоб мы имели счастье верить в Бога и прославлять того, кто грех простил. Христос воскрес, чтоб дать тепло и радость, и верю в то, что не подвезет. Он предлагает мир, любовь и благость, не выставляя за подарки счет. Спаситель умер и воскрес, чтоб знали, что выход из спасения ныне есть. Блажены те, кто Бога повстречали. Из их сердец звучит Иисусу честь. Христос воскрес, мы вторим бесконечно, направив взоры Господу чудес. И этот гин петь в небе будем вечно. Христос воскрес, воистину воскрес. Развелась по небу птичьей дверью, Дорогая новость для людей, Вместе с ароматами сирени, К нам благая весь спешит скорей. Посла — это праздник, Чудный день, когда Иисус воскрес. Ярко поют за садом Все, кто желают воскресения с небес. Как прекрасен подвиг Иисуса, С ликованием рвется в небо песть. Искренние и радостные чувства Громко льются, подпевают все. Пасха — это праздник, Чудный день, когда Иисус воскрес. Ярко поют за садом Все, кто желают искупления с небес. Пусть звучит повсюду днем победы, Покаяние множится в церквах. Сонны возрожденных с твердой верой Повторяют радостные слова. Пасха — это праздник, Чудный день, когда Иисус воскрес. Ярко поют за садом Все, кто желают искупления с небес. Пасха — это праздник, Чудный день, когда Иисус воскрес. Ярко поют за садом Все, кто желают искупления с небес. Ярко поют за садом Христос воскрес, сегодня радость, Воистину послышалось в ответ, Не описать нам эту сладость Великий и торжественный букет. Вокруг запели радостные птицы, Зазеленели кустики в саду, Из норок повылазили лисицы, И закипела жизнь в большом лесу. И в Доме Божьем радостные лица, Печальных и унылых нет тут, здесь. Но о воскресшей в сердце дверь стучится, А кто-то на скамье сидит, притих. Душа и борьба идет за встречу, За встречу с Иисусом в небесах, И дьявол говорит, Противоречу, но совесть обличает во грехах. Как тяжело сейчас смириться, Склониться на колени перед ним, И распахнувшись сердце, Помолиться на веки получившись звание, Любим. Спасибо. 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 Вставший будем петь гимн под номером 727. О, какой беспредельный восторг! О, какой беспредельный восторг! Полны боги и узли растро! О, какой беспредельный восторг! О, какой беспредельный великий восторг! Полны боги и узли растро! И долгов свою смерть разрушивши рад! Исклюбиться их издра летча! В днем лишь в днем радостью, в днем вечная жизнь, и любви полнота, полнота, все сердца нам прославят Христа, все сердца нам прославят Христа. В завершении своих величайших трудов, Бог воскресе из могилы на Бог, на них будут все люди из воды небес, наш спаситель из днем в воскресе. В днем лишь в днем радостью, в днем вечная жизнь, и любви полнота, 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 все сердца нам прославят Христа, все сердца нам прославят Христа. В воскресенье Его оправдание всем, воскресенье Его управлять, воскресенье Его раздражение зла, Иисусу Христу чествовала. В днем лишь в днем радостью, в днем вечная жизнь, и любви полнота, полнота, все сердца нам прославят Христа, все сердца нам прославят Христа. В днем радостью, в днем радостью, в днем вечная жизнь, и любви полнота, все сердца нам прославят Христа. Аминь. Аминь. Выслушиваем продолжение участия молодежи стих «Будем жить» и пение «Наступило пасхальное утро». Он воскрес. Мы имеем навеки оправдание в победе Христа. Он дал будущность для человека, ведь воскресшим любой может стать. Он воскрес. Нам доступно нетленье. Гроб пустой нашей веры гарант. Во Христе мы имеем спасение. Он беспроигрышный вариант. Он воскрес. В это сложно поверить, но Иисус смерть и ад победил. Нам в бессмертие распахнуты двери. Будем жить, потому что Он жив. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наступило пасхальное утро. Солнце вновь озарило наш край. И в цветении сада, как будто слышен призыв, душа, вставай. Расцветают на солнце тюльпаны и горят, как огни на земле. Ни за что я взрывать их не стану, говорят они многое мне. Воскресенье! Воскресенье! Человечество мечта! Нам принес Христос спасение смертным подвигам Христа. Воскресенье! Воскресенье! Человечество мечта! Нам принес Христос спасение смертным подвигам Христа. Начинается путь на распятия, капли крови текутся креста. Среди злобы людской и проклятья умирала небес красота. Умирала, но в день воскресенья подарила нам вечность и свет. Оттого вся природа в цветении ждет нам светлый пасхальный привет. Воскресенье! Воскресенье! Человечество мечта! Нам принес Христос спасение смертным подвигам Христа. Воскресенье! Воскресенье! Человечество мечта! Нам принес Христос спасение смертным подвигам Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После смерти восстал из гроба Изнуренный, скорбяный муж Через его обрели свободу Ни его нескольцовый душ Радуйтесь, люди, вместе с нами Враг непроглядный, веселый честь Выше погибец Радуйтесь, люди, вместе с нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры Знаете, хочу начать После такого радостного приветствия С провокационного вопроса Дорогие братья и сестры Все, кто присутствует на этом месте Все, кто здесь находится, кто нас слушает А мы вообще верим в это или нет? В общем, мы верим в то, что Христос воскрес Вчера с соседом с нашим встречаюсь На улице так Ну, я говорю, слушай, Христос воскрес Он говорит, ну, рановато, но воистину воскрес Я говорю, слушай, ты правильно ответил Я говорю, ты вообще веришь, что воскрешают? Мертвы могут воскреснуть Только остановился, задумался Такое А потом говорит, да нет, что-то не верится в это Я говорю, ну, ты же только что сказал Что Христос воистину воскрес А теперь, говорит, что То есть ты, получается Он говорит, нет, ну, знаешь, ну, это где-то там было А касаемо моей жизни, говорит, я не знаю Знаете, дорогие братья и сестры Я читаю евангельскую весть И думаю, ну, ну, как же, братья Вот как вот ты, Петр, не веришь Как вот ты, Иоанн, не веришь Что Христос три с половиной года ходил с вами Говорил Он все, ну, все растолковывался Он все рассказал им Потом, когда, потом Он не вспомнили, написано, да И тогда открыл им А до этого Они недоумевают Мужчины недоумевают Жены плачут Вот И я так думаю Ну, неужели вы забыли то, что Христос вот им недели Да какой недели? Он на неделе это говорил Дня четыре назад он говорил А теперь все это Видать, это события Вот эти все так все захлестнуло Их жизнь Что они все забыли Дорогие братья и сестры А не похожи ли мы на таких? Я хочу прочитать Одно место Точнее два для начала И Луки 24 глава 11 стих И показались им слова их пустыми И не поверили им Помните, да Это событие Когда Жены приходят К ученикам И рассказывают Они говорят Они не просто не поверили Они показали Что вы что-то не то говорите Просто вы что-то не то говорите И вот Знаете А я так смотрю на себя Так перекладываю Думаю Господи А как у меня в жизни? Вот в Ефесянам Есть такое место 1 глава 19-20 стих И как безмерно величие Могущество в нас верующих По могуществу Державной силы его Которую он воздействовал Во Христе Воскресив его из мертвых Этот текст Говорит о том Что Бог В нашей с вами жизни Действует Той же силой Которой Он воскресил Иисуса Христа Из мертвых Бог Которого мы пригласили В свою жизнь И Как в Римлянам написано Все что с нами происходит Это по воле его И для того Чтоб нам было благо Если мы живем По воле Божией В нашей жизни Он действует Той же силой Которой Он воскресил Господа Иисуса Христа Сколько раз было так В жизни Когда я вставал Перед какой-то Маленькой проблемой И вот так вот Знаете И вопиял к Богу И стоял Плакал Как там Магдалина Господи Помоги А Бог Говорит Да обернись Я вот он здесь Я рядом Братья и сестры Похоже это на нас Ой как похоже Ой как похоже Вообще Вера во Христа Ой вера в воскресение Это в действительности Вот сама вера В воскресение из мертвых Оно на самом деле Сильно меняет Не просто даже Ну нашу жизнь Оно меняет Нашу христианскую жизнь Даже Потому что Есть верующие Которые не верят Во Христа В воскресение из мертвых В народе израильском Были такие Даже Пласт людей Которых даже учили Что Это саддукеи были Которые не верили В воскресение из мертвых Они верили во все Богу Все четко Но С точки зрения Вот В воскресение из мертвых Такое не бывает Такое не бывает Почему Очень важно Верить в воскресение Из мертвых Друзья Потому что Мы Ну со смертью Мы Сталкиваемся Каждый из нас Ну хотя бы Ну раз точно В своей жизни Он столкнется Мы теряем близких Мы теряем друзей Может быть знакомых Соседей Мы Сталкиваемся Со смертью Каждый день Практически Тем более В наш цифровой век Мы это можем Каждый день Видеть Только если Будем читать Это Знаете Друзья А вот с воскресением Из мертвых Мы с вами Не сталкивались Ни разу Может быть Тот из нас Тут есть Но я не столкнулся Ни разу В своей жизни Чтобы так раз И было воскресение Из мертвых Поэтому Верить в это Именно нужно Верить Вы знаете Вот это Просматривая во всех Четырех евангелиях Как это произошло Я так удивляюсь Богу нашему Как Богу нашему Пришлось Вот Все сделать так Чтобы мы Поверили О том Что Христос воскрес Значит Есть и воскресение Из мертвых Вот если Как это Это описано В Матфее Двадцать восьмая глава Двадцать восьмая глава И Здесь Значит Такие события Происходит Новый день Наступает Раннее утро Другой Евангелист Пишет Когда еще было темно Идут Жены Ко гробу В Марке У Марка написано Идут И рассуждают Между собой А кто нам Камень отвалит Вот Я бы в этот момент Остановился Так сказал Слушайте Ну а что и правда Мы идем Мы женщины Камень многотонный Камень Знаете Раньше как это было Это В пещере Вырубался Гробница И к пещере Делали Такую Внизу Желобок На который В виде монеты Здоровенный Камень Закатывался Его Он был многотонный Его не могли Отодвинуть Женщины Это точно И вот они Идут с ароматами И на что они Вообще надеялись Ну как Как это Вот они Все равно И идут туда Приходят Больше того Перед этим Они видели Что туда Поставили Стражников Воинов Опечатали Гроб То есть Все Ну там Никак Невозможно туда попасть И как Или веру Такую имели А я думаю Что они имели Просто большую любовь Вот об этом Сергей Карлович Говорил Марии Магдалине Было много прощено И она сильно Его любила И даже Вот после Того как он умер Она готова была Послужить Идут Перед этим события Землетрясения Мощная вспышка Потому что приходит Ангел Который Ярким светом Освещает И в ступор Становятся Все Воины Воины Которые Готовят Которых Готовили Всегда Ко всяким Необычным Нестандартным Ситуациям Воины Которые Это люди Закаленные По жизни Были Это были Мужчины Все Вы знаете Богу не надо было Как-то бороться С ними Ему надо было Просто Прийти Если те Упали Как мертвые Написано То есть То он Отвалил Камень И просто Сел на этот Камень Друзья Дорогие А я хочу Перенести Это все На нашу Жизнь Тогда Когда нам Кажется Все Беспроглядная Тьма Торжествует Несправедливость Торжествует Грех Когда Все В моей жизни Рушится Когда все За семью Печатями И стоят Такие воины Которые Невозможно Выпутаться С этой Ситуацией Когда Приходит Воскресший Христос В нашу Жизнь То Наши Проблемы Решаются Очень Просто Написано Камень Был Отвален Я задумался Для чего Ангел Отвалил Камень Написано Что Ангел Отвалил Чтобы Христос Вышел Вы знаете Я пришел к Выводу Что Скорее всего Не для этого А для того Чтобы Женам Показать Что там Пусто Женам Показать Что там Пусто Бог Наши Большие Глыбы В нашей Жизни Готов Отвалить В одну Секунду Чтобы Показать Нам Насколько Великой Силой Он Обладает И какой Великой Силой Он Действует В нашей С вами Жизни Друзья Дорогие Как Это Сильно Меняет Нашу Жизнь Это Вера Воскресения Из мертвых Потому что Если бы Мы в это Не верили То тогда И этого Мы Мы бы Эту истину Не могли бы Принять Что происходит Дальше Что делают Воины Они Идут В город Приходят К первосвященникам Понятно Почему Они К ним Пришли Потому что Их Первосвященники Поставили Хотя Это Не их Прямые Начальники Они Приходят И Говорят Что Вот так И так Произошло Вот здесь Люди У которых В сердце Бога Нету Воскресение Иисуса Христа Оно Приводит Их В смятение И Сатана Он Обязательно Будет Противиться Этой Вести Но Смотрите Вот Мне так Интересно Задумываясь Над тем О чем Значит Какую Небылицу Просто Фантастическую Версию Сказали Эти Воины О том Что Когда мы Спали Пришли Ученики И украли Вы Не замечаете Никакого Подвоха В этой Во всей Истории Но Если Они Спали Как Они Тогда Узнали Что Это Ученики Пришли С другими Еще Если Воинов Было Несколько Как Так Получилось Что Они Одновременно Все Заснули И Как Могли Вообще Ученики Отвалить Камень При этом Не разбудив Их Да Даже Знаете Что По преданиям Мы знаем Что Сон На посту У римлян Карался Смертной Казнью Почему Вы вообще Еще живы Чтобы Заснули Дорогие Братья Сестры Вот Удивляет Как Бог Наш Действует И удивляешься Как Сатана Ну Ничего Не мог Придумать Как только Сплошную Ложь Еще Один Момент Который Я Подметил В этой Все Истории Написано Что Плат Это Наголовная Повязка Лежала Отдельно От Пелен То То есть Когда Если бы Уносили Ученики То Скорее Сего Взяли Все Сразу Значит Они Или Совсем Не Торопились Это Делать Или Или Как Мы Уже С вами Знаем Он Воскрес Знаете Что Самое Интересное Написано В Матфе В 28 15 Написано Так И Они Взяли Деньги Поступили Как Научены Были И Пронеслось Слово Сие Между Иудеями И Даже До Сего Дня Я Специально Это Дело Посмотрел Какие Есть Версии Версии Воскресения Христова Вот Мне Интернет Выдал Что-то В районе 18 Я там Дальше Просто Уже Не стал Чего Только Люди Не Придумывают Что Оказывается Они Заблудились И Пришли Не В тот Гроб Это Другой Был Гробница Вот Когда Магдалина Шла С Женами Что Оказывается Там Столько Так И Вот Все Это Объясняет Местами Священного Писания Я думаю Господи Даже До Сих Пор И Написано И Это Слово Пронеслось Даже До Сего дня Вы Кого Нибудь В Израиле Спросите Верят Ли Что Христос Воскрес Не Многие Будут Верить Друзья Вот Мы Критикуем Этих Людей А Я Так И Думаю Господи Смотрю На Свою Жизнь Это Понятно Я Верю Что Ты Воскрес Это Все Понятно Для Меня Но Когда Начинаешь Это Все Применять Как Себе Лично То Здесь Моя Вера Начинает Шататься Здесь Я Начинаю Думать Что Наверное Все Так Не Так Может Быть Я Это Не Говорю Словами Но По Жизни Так Происходит Брать У вас Не Было Таких Случай В жизни Когда Вы Думали Что Все Просто Тупик И Невозможно Были У каждого Человека Были Такие Случа И Я Думаю Так Что По Своей Милости Господь Нас Ставит В Такие Ситуации Для Того Чтоб Мы В Конечном Итоге Потом Росли Для Того Чтоб Мы Потом Назад Видели Руку Божию Работу Его Своей Жизни И Могли Понимать Что Христос Даже Из Мертвых Может Воскрешать Знаете Дорогие Братья Сестры Вот Почему Это Важно Потому Что Если В это Во все Верить Тогда Меняется Смысл Нашего Христианства Вот В 1 Коринф В 15 Главе Есть Очень Хороший Обзац Где Апостол Павел Говорит Что Если Христос Не Воскрес То Тогда Смотрите Это 17 Семнадцатого Стиха А если Христос Не Воскрес То Что Происходит Тогда Вера Наша Она Пустая Тщетная Не имеет Никакого Смысла И Вы Еще Во Грехах Ваших Поэтому Умершие Во Христе Погибли То Те Которые Верили Во Христа И С Этой Верой Умерли Они Если Христос Не Воскрес Если Мы Только В этой Жизни Надеемся На Христа То Мы Несчастнее Всех Человеков Но Христос Воскрес Из Мертвых Первенец Из Умерших Почему Первенец Потому Что Он Первый А Потом Мы С Ним Воскрес Это Воскресение Во втором Ибо Как смерть Через Человека Так Через Человека И Воскресение Мертвых Как В Адаме Все Умирают Так Во Христе Все Живут Дорогие Братья И Сестры Через Адама В нашу Жизнь В жизнь Человека К нам Вошел Вошла Смерть И От Адама До Христа Она царствовала По полной Программе Это было Ее время И Христос Написано Он Победил Смерть И Так Как В Адаме Мы Все Умираем То Во Христе Мы Все Оживем Дорогие Братья Сестры Это Сильно Меняет Нашу Жизнь Здесь Это Сильно Меняет Наше Представление На Жизнь И Сильно Влияет На то Понимание Как Будет Дальше Если Мы Верим Во Христа Иисуса Если Мы Верим В то Что Он Умер За наши Грехи Если Мы Верим В том Что Он Воскрес То Какие Были Обстоятельства Мы Понимаем Что Бог Совершивший Воскресение Силы Силы Воскресения Христова Он Работает В нашей Жизни И Он Хочет Чтобы Нам Нам Помогать И с нами Работать Еще одна Мысль Которую Хотел Подметить Вот Как бы Не Строил Мир И Сатана Козни Я Применительно К нашей Жизни Дорогие Братья Сестры Вот Как бы Не Происходило В нашей Жизни Бог Останется Всегда Победителем Ему Не надо Воевать Ему Надо Просто Прийти В нашу Жизнь Бог Всегда Останется Победителем Вот Если Бы Мы Нам Сейчас Понятно Все Потому Что Мы Читаем Мы знаем Как это Произошло Но Когда Женщины И Ученики Были Тогда На том Месте Они Даже Не Думали Об Этому Для них Было Все Закрыто И Они Не Понимали Этого И Когда Христос Воскрес Это Был Триумф Царя Триумф В нашей Жизни Будет Тогда Бог Будет Побеждать Тогда Когда Мы Будем Верить В Воскресение Иисуса Христа Дорогие Братья Сестры Бог Всегда Трудно И Кто-то Переживает Какие-то Обстоятельства Вопросы Какие-то В жизни И Тупик Просто Тупик У вас Есть Хорошая Возможность Посмотреть На Воскресшего Христа Бог Воскресивший Христа Он И в вашей Жизни Есть Если Может Вам Кажется Что Все Пропало В жизни У меня Полный Крах Я Ничего Невозможно Восстановить Уже Поздно Давайте Посмотрим На Воскресшего Христа На Обломках Нашего Несчастья Бог Построит Свое Царство И Там Где Бог Будет В жизни Там Будет Победа Но Для Этого Нужно Доверие Дорогие Друзья Если Кто-то В нашем Собрании Есть Тот Кто Не Испытал Этого Не Испытал Воскресшего Христа В душе Своей Я Хотел Предложить Чтобы Вы Могли Склониться Перед Ним И Помолились Друзья Дорогие Хочу Закончить Таким Приветствием Перед Молитвой Христос Воскрес Помолимся Господь Иисус Христос Я Благодарю Тебя Сердечно За Твою Любовь И Милость Данную Каждому Из Нас И В это Утро Мы Находимся Здесь Хотим Прославить Тебя Господи За то Что Ты Не Остался Там В огробе Ты Воскрес Мы Это Читаем Мы Верим В Это Господи Мы Хотим Чтобы Это Слово Оно Было В нашей Жизни Господи Чтобы Мы Были Похожи На Верующих Но Не На Неверующих И Тем Более Не На Тех Людей Которые Противятся Тебе Господи Я Прошу Тебя Милости Благословения Помоги Нам Каждому Поверить О том Что Сила Воскресения Она У каждого В жизни Каждого Из нас Она Есть И Это Ты Обетование Оставил Своё Господи Помоги В это Верить Уповать На Это И Господи Прошу Тебя Благослови Каждого Из нас И Там Где Кажется Что Все Плохо Где Все Рушится Господи Ты Делаешь Свои Чудеса Благодарим Тебя Господи За это Прославляем Тебя Господи Просим Тебя Благослови Каждого Кто На этом Месте Просим Господь Дорогой Прошу Тебя Благослови Чтобы Никто Не ушел Сердце Своем Не наполненным Тобою Не поверишь Им В Твою В Твоё Воскресение Господь Просим Тебя Благослови Нас Аминь Садитесь Пожалуйста Мы будем Стоя Петь Радостную Песню Воскресение Христа Это Праздник Души Воскресение Христа Это Праздник Души Что мы Над Пречисто И Кроме Это Праздник Победы Над Силой Львы От Разрушенных Христовой Любовью Слава Богу Мою Творы Чуды Небес Цвета Песня Победы Звучи Слава Богу И Горя Тот Звучит Твоя Вера Молчи Пробудись Жив Демон Душою Стремись Видишь Слава Прекова Тебе Где уже Недоступна Небесная Быстр Рудить Бог Всевает Тебе Воскресенье Воскресенье Песня Это Близень Рудить Небесная Рудить Небесная Песня Победы Звучит Слава Слава Воскресенье Горя Тот Звучит Воскресенье Тот Звучит Воскресенье Воскресенье Небесная Небесная Близь Рудить Готовились И кто Будет Теперь Перед Отцом Небесным Свидетельствовать Обо Мне Кто Расскажет Что Моя Жизнь Поменялась Кто Снимет С меня Эту Вину Греха Кто Будет Свидетельствовать О моем Оправдании Если Он Умер Но Он Не только Умер Он И Воскрес И Ученики Постепенно Приходили В эту Радость Они Постепенно Понимали Они Потихоньку Это Весь Захватывало Их Сердца И Потом Когда Она Захватила Тогда Только Их Сердца И Наполнились Радостью И Сегодня Братья Сестры Мы Слышали Эту Весть Может Что-то Сердце Не Охвачено Этой Радостью Может Ты Только Соприкоснулся С тем Что Ты Посмотрел На Свою Жизнь Что Она Не Такова Как Ты Сам Хотел Может Твоя Жизнь Не Такая Какой Бог Хочет Подойти К Этой Радости Она В том Что Бог Не Только Предлагает Подарок Спасение Жизнь Вечная Царствие Небесное Но Он И Предлагает Свое Святое Сопровождение В это Царствие Небесное И Вот Когда Он Воскрес Он Своей Смертью Остановил Ту Смерть Которая Была Возмездием За грехи Каждого Он Своей Смертью Платить Наши Жизни И наши Дужи И мы Должны Таким Были Образом Рассчитаться За Всякое Зло За Весь Грех Который Жил В нашей Жизни И есть Смерть Должна Была Стать Расплатой За наш Грех Но Бог Своей Смертью Остановил Эту Смерть И Теперь Когда Мы Умираем Мы Не Умираем Навсегда Мы Умираем Чтобы Жить Вместе С Господом Иисусом Христом И та Сила Которая Бога Воскресила Та Сила Преображает Нас Сегодня Живущих Здесь На земле Этой Силою Бог Помогает Побеждать Грех Этой Силой Он Меняет Сегодня Меня Этой Силой Он Вдохновляет Меня Идти За Ним По Пути Правды И этой Силой Он Хочет Действовать В каждом Из Нас И он Будет Действовать Сердце Каждого Кто Захочет Чтобы Сила Воскресения Божьего Действовала Его Жизнь И это И есть Наше Торжествующее Воистину Воскрес Потому что Завтра Тебе уже Нужно Будет И мне Бороться С грехом И даже Сегодня Завтра Мне нужно Снова Будет Остаться На Божьей Стороне А где Жить Силу Если Тот Кто Спасающий Тот Кто Проповедующий Тот Кто Дарил Подарки Жизнь Он Умер Братья и сестры Он Не Умер Он Воскрес И Живой И Теперь Невидимым Образом Сопровождает В жизни Каждого Выбравшего Его Пастырем На пути В небесные Обители Выбрал ли Ты Его С кем Ты Сегодня Идешь Воскресший Является Ли Твоим Спасителем Воскресший Живой Является Ли Опорой Основанием Для Твоей Жизни Задай себе Это вопрос Ты Сегодня Сказал Он Воистину Воскрес Пусть Это Будет Тебе Опорой Упованием Когда Грех Встанет Чтобы Задушить Тебя Когда Снова Сила Или Злоба Чтобы Отомстить Кому Чтобы Какое Плохое Слово Сказать Что Сделать Говори Себе Он Воскрес Когда Что Говори Себе Он Воскрес Я Помню Однажды В одном Из И Знаете Эта беседа Не выходила Не находила Какой-то Эпилог Эта беседа Не находила Какой-то Конец Этот человек Рассказ Снова О своих Новых Переживаниях И Новых Трудностях Новых Несправедливостях Своей Жизни О Новые Боли Через Которые Он Проходил И Знаете Это Это Можно Была Сказать Вся Жизнь Исковерканная Искалеченная Жизнь Там Просто И И сиротство И Плохая Жизнь И Непонимание С родителями И Просто Вся Жизнь Так Кувырком Я Помню Что Это Был Уже Вечер И Не Было Ответов Что И Сказать И Я Сам Не Зная Не Понимая До Конца Этих Слов Я Помню Сказал Эму Этому Человеку Знаешь А Иисус Христос Воскрес И Знаете И мы На этом Расстались Прошли Пару Лет Я Снова Был В Этой Церкви И Я С Этим Человеком И Он Свидел С О Той Радости Воскресения Которую Бог Воскресший Соброждал Его В жизни Он Рассказывал Как Бог Помогал Пройти Через Это Переживание Через Эти Трудности Через Эти Горечи И Я Спрашиваю Мне Знаете Интересно Я Понимал Что Я Не Мог Ни Беседом Ни Ни Своим Молитом Ничего Не Мог Для Жизни Я Говорю А Что Для Тебя Было Действенно А Что В Твоем Сердце Прозвучало И Знаете Человек Сказал А Помни Что Слово Которое Ты Сказ Что Он Воистину Воскрес Вот Это Слово Как будто Что В моем Сердце Как Гром Просияло Что В моем Сердце Переломилось Перестроилось Эти Слова Они Изменили Мою Жизнь Что Сегодня И Завтра Будет Менять Твою Жизнь Сила Воскресения Господня Та Сила Которая Будет Действовать И В Твоей Жизни Поверь Ему Святому Воскресшему И Праведному И Ты Будешь Жить И Жизнь Его Она Будет Менять Твою Жизнь Жизнь Его Обеспечит Твою Дорогу В Вечность Жизнь Его Продлится Настолько Что Ты Вместе С Ним Передешь В Небес Набители И Жизнь Его Будет Твоей Жизнью В Вечности Да Благословит Нас Господь Чтобы Каждый Осознал Порадовался Он Воистину Воскрес Для Каждого Из Своих Людей Сотворенных И Как Помните Мы Слышали Первую Проповедь Мы Все Разные Но Всех Нас Любит Бог И Всех Ради Всех Нас Он Навсегда Хочет Быть С нами Только Наше Желание Господи Пойди Со Мной Господи И Я Иду За Тобой И Я Хочу Все Мои Грехи Прости Очисти Меня Я Буду Ити За Тобой Да Поможет Нам Господь Каждому Исповедовать Воскреша В своей Жизни Наше Служение Подошло К Концу Если У тебя Остались Вопросы Или Дух Святой Побуждает Тебя К молитве Покаяния После Служения Подойди Помолись Расскайся Проси Бога Прощения Объявление Для тех Кто Ходит На беседы С крещением Тех Кто Желает Принять Крещение Сегодня У вас Домашнее Задание Сегодня Эту Беседу О вере О Боге О воскрешем Каждый Из вас Должен Провести С одним Из членов Церкви Или верующих Которого Знаете На этом Служении Закончится Служение Каждый Из вас Должен Найти Одного Из членов Церкви И поговорить С ним О Боге О спасении О своей Вере Каждый Из вас Сегодня Ваше Задание Такое Каждый Из вас Должен Подойти И поговорить О воскрешем Да благословит Вас В этом И будет Сегодняшняя Ваша Беседа В 16.00 Блесост У нас Будет Продолжение Праздника В Докачкалово Приглашайте Своих друзей Знакомых Кто еще Собирался Еще Сомневается Давайте Их Позовем В Докачкалово Будет Продолжение Нашей Пасхальной Программы Участие Будет Гимны Проповеди И да благословит Нас Господь Продолжить Эту радость Он Воскрес Он Живой Он Спасающий Он Любящий И Он Есть Победитель Подошло Время Чтобы нам Вместе Помолиться У нас Есть Приветствия Из Из города Шахты Из Забайкальского Края Из Родчестера США Из Борхина Германии Из Батрулиновки Из Кобрина Из Кочубейской Церкви От Семисавченко И из Якутии И еще Очень много У нас Открыток Мы еще Прочитаем Братья и сестр С разных Концов Нашей страны И нашего мира Поздравляют Передают Торжественные Приветствия С праздником Пасхи Да благословит Нас Господь Давайте вместе Станем Закончим Служение Нашей молитвой Господь и Бог Мы благодарны Тебе За то Что Ты Любя людей Пришел На эту землю Чтобы снять Вину И тяжесть Греха С каждой души Чтоб забрать Этот ужас Смерти Из каждой Судьбы И подарить Радость Жизни Настоящей С Тобой И радость Жизни Вечной Благодарим Тебя Что евангелисты Описали Судьбы Людей Которые Были очевидцами Этих событий И никто Тогда не смог Опровергнуть их Потому что Множество Людей Были И все Понимали Что это Действительно Так и есть Им нужно было Только принять И немногие Приняли Господи Так и сейчас Немногие Принимают Кому-то Хочется самим Себя Спасти Кто-то Хочет сам Победить Свою смерть Греховную Кто-то Хочет что-то Сделать Как-то Заслужить Свое спасение А ты предлагаешь А ты предлагаешь Просто как Подарок И жизнь Вечную Через Воскресение Твое Просто Как дар Неоценимый Дар По твоей Любви Благослови Всем нам Осознать Истинность Твоего Воскресения И как мы И свидеться Что ты Воистину Воскрес Чтобы Эта жизнь Этого Свидетельства Была Твоим Знамением В жизни Каждого Из нас В каждом Дне жизни Благослови нас И помоги нам В этом Просим тебя За тех Кто впервые Слышит Или только Знакомится С этой Вестью Господи Как и тогда Ученики Они не поняли Этого Они сомневались В этом Они не думали Что твое Воскресение Может изменить Всю их Сущность Жизни Понимание Перестроить Формат Их души Господи Так и сейчас Есть люди Которые только Знакомятся Господи Продолжай Говорить К этим сердцам Продолжай Убеждать Благослови тех Кто желает Туда пойти А еще сомневается Наполни и там Сердца людей Твоей радостью Благодарим Господи За Твой приход За Твою смерть За Твое воскресение И за Твою ходатайся Пред Отцом Небесным Для нашего Оправдания Во имя Иисуса Христа Аминь Присаживайтесь Братья и сестры Пусть эта радость Воскресения Наполнит Сердце Каждого Ну и теперь Как-то даже Не хочется Расходиться Давайте попросим Хор Спойте нам Еще что-то Новую Какую-то песню Охота Чтоб праздник Еще продолжался Пусть они нам Послужат Братья и сестры А мы так В мире В радости Будем расходиться С миром Божиим С миром Божиим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok